На сакральном капище в Курки-Йоке в Карелии. Добрый час, друзья! С вами Апраксина Лада. Мы с вами на сакральном месте силы. Это капище в Курки-Йоке в Карелии. И здесь мы и на экскурсии, и на ритуалах, и на посвящениях, и на процессах. Сегодня я кое-что расскажу. Вот мы видим сам главный чур, главная статуя или фигура, которая на этом капище установлена, знающими людьми, это фигура, символ рода, род. Вы видите, у него корневая система, и каждый корень отвечает за родовые силы, за судьбу рода. И к этому чуру приносят дары. На корне завязывают какие-то ленты для исполнения желаний. Также у нас здесь есть камень желаний. И вот вы видите березу, которая вся украшена лентами. Я чуть позже покажу вам ее поближе. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и наблюдайте за моими путешествиями. И путешествуйте вместе со мной. Камень – это камень желаний. Береза – это у нас символ богини Лады. И также здесь есть вот такие стонхеджи. Я думаю, что видно издалека. Если нет, я поближе потом покажу. И у нас вот здесь, на этом камне, на алтаре, также установлен стонхедж. Вы видите его. Он из геленджика, с дольменов. Также здесь есть сам непосредственно дольмен исполнения желаний, который путешествует со мной через всю страну, с берега Черного моря. Именно с геленджика, с дольмена исполнения желаний. Фигурка Будды, которая была подарена мне, как денежная шкатулка, в самом начале путешествия по туру, который называется «Денежный кристалл». И обратите внимание, вот он, основной денежный кристалл, с которым я работаю в туре. И в этом дольмене, как в шкатулке, также лежат кристаллы цитрина. Это натуральные природные цитрины, и они со мной путешествуют для того, чтобы наполниться силой разных мест, для того, чтобы стать для тебя, дорогой зритель, также денежным кристаллом. Так, вот одну свечу сейчас нужно тоже еще разочек включить. И также, друзья, обратите внимание, что спонсор и информационный партнер моих туров – это культурно-этнический вестник Санкт-Петербурга. Это журнал, очень интересный, про него тоже много рассказывала на моих страничках. И также, друзья, вот такие комплекты визиток и акций с предсказаниями я размещаю в разных местах силы, где бываю. Дорогие участники фестиваля «Косой переулок», те, кто давал визитки, свои какие-то подарки. Вот здесь, например, есть дары от Николая Коршунова, от Надежды Обуховой, от Ольги Панковой, от Аннушки Умелицы, от Аннушки Емельяновой, от Весты Романской. Вот здесь вот есть тоже дары от Алгиза Старосвета, вот кольца вы видите и так далее. А вот еще у нас от Василия есть вот такой вот дар. Я про то, что, дорогие участники фестиваля, все Ваши визитки качественно раздаются. Я также оставляю один комплект здесь, на камне желаний, на лабиринте желаний, и у фигурки рода на сакральном капище, для того, чтобы, дорогие коллеги, участники фестиваля, чтобы все Ваши желания исполнялись, чтобы у Вас открывались еще больше новых возможностей, и чтобы Ваша жизнь становилась все лучше и счастливее, богаче, красивее, здоровее. Можно все эпитеты назвать. Желаю Вам всего самого наилучшего, дорогие коллеги, и участники фестиваля «Косой переулок». А я тем временем, друзья, показываю Вам, дорогие зрители, о том, что для того, чтобы получить предсказания по этому комплекту, для того, чтобы получить какие-то бонусы, подарки, вот здесь, пожалуйста, делайте скрин экрана. Вот Вы видите, здесь есть QR-код. По этому QR-коду Вы мне напишите, я Вам отправлю видеоинструкцию со списком всех подарков, бонусов, предсказаний и так далее от тех мастеров, кто меня поддерживает в моем туре. Следует сказать, что я часто упоминаю этих людей, я часто их благодарю, и фестиваль «Косой переулок», и журнал, и всех, кто давал призы на распаковку, подарки для Вас, дорогие зрители, и так далее. Почему? Потому как это действительно люди, которые поддерживают тур силы, потому как въеду я, ну, это непростая дорога, согласитесь, с берега Черного моря через всю страну приехать в Карелию, потом обратно. Вот, эта дорога полная приключений, полная интересных событий, но и так же в дороге случались, вот видите, даже свечи на этом упоминании потухли, почему? Потому что в дороге случались разные ситуации, и не очень комфортные. И каждый из вас, друзья, кто мне помогал и поддерживал, я всячески вас благодарю многократно, и качественно за вас, ну, вот можно сказать, молюсь, да, на каждом месте. Я желаю каждому из тех, кто меня поддерживал, всего самого наилучшего, потому что я понимаю, что люди в разных моментах тура любыми там действиями, словами, там финансовой поддержкой, какими-то там услугами или любой другой помощью, на самом деле вносили свой громадный вклад в этот тур. Я, как руководитель и автор, и идейный вдохновитель этого тура, ну, еще и водитель, да, непосредственно, то есть я еду сама за рулем, конечно, я понимаю, что без вас, друзья, мне было бы намного труднее, намного. Конечно, я бы справилась, это бесспорно. Человек силы не может по-другому действовать, ведь если я решилась на такой долгий, трудоемкий и объемный тур, конечно, я понимала степень моей ответственности, тем более, что еду я далеко не на самой комфортабельной и там высокоскоростной и надежной машине. Да, Дуглас, так зовут коня моего друга, с кем я путешествую по стране в этом туре, конечно, это очень надежный и верный конь, но он уже в возрасте, да, бывают машины, которые в возрасте. И, конечно, ему требуется больше ухода, больше всяких там ремонтов, вливаний и так далее. И, друзья, еще раз напомню, прямо сейчас я решила здесь, доехав до точки, так скажем, промежуточной в моем туре, то есть, смотрите, я выехала с берега Черного моря Стуапсинского района, место силы Шипси. Первая точка у меня была в Геленджике на Дальменах. И затем вот я прибыла в Карелию, куда я собиралась проехать через всю страну. И вот там, в Геленджике на Дальменах, я получила вот такую скрутку из полыни Таврической. Я вам уже рассказывала на моем Ютубе о мастерах, которые предоставили мне эту скрутку. Так, сейчас я одновременно и камеру держу, и включаю эту скруточку из трав. Мне бы очень хотелось именно здесь, именно на капище, на месте силы, для вас, друзья, включить эту скрутку, провести для вас через эту скруточку полыни для всех участников такой, ну, можно сказать, шаманский процесс благословления, окуривания, устранения препятствий и каких-то блокировок, затруднений для всех, кто смотрит мои выпуски, для всех, кто помогал, для всех моих друзей, родственников, близких, знакомых. В общем, друзья, эта скруточка доехала со мной через всю страну до Карелии, вот в точке промежуточной, отсюда уже из Карелии, естественно, я направлюсь в обратном порядке, в обратную сторону, и через какое-то время, конечно, доберусь до берега Черного моря, и там уже будет финальная позиция тура. Конечно, я расскажу об этом, обо всем, как, в общем-то, рассказываю и о всех других событиях, которые случаются в этом туре силы. Прекрасная скрутка, очень ароматная вот эта полынь таврическая, красивый запах такой. Я благодарю, кстати, Аннушка-умелица, посмотри-ка, как интересно, да, твои куколки обережные доехали еще до одного капища. Я знаю, что Аннушка часто бывает на разных местах силы тоже сама, и тоже она туда приносит своих куколок обережных. Вот, очень благодарю мастера Алгиза Старосвета за шикарный, он сделал, я уже размещала на моем YouTube-канале, шикарного Одина, сделал под заказ для одной девушки из Санкт-Петербурга. Честно признаюсь, я когда увидела этого Одина, мне крайне не хотелось его отдавать, настолько замечательный и сильный получился образ Одина. Но девушка заказала для рунического посвящения, которое, вы знаете, я провожу, и, конечно, получила свой заказ. И теперь я и вот такие вот кольца тоже из цельного дерева девушка тоже заказывала, и есть они еще в наличии. Ребят, я всегда рассказываю о мастерах, я всегда вам даю распаковки их товаров и услуг для того, чтобы вы, глядя на мои выпуски, могли также для себя что-то интересное присмотреть. Ну, например, не правда ли это очень мило, когда из... вот такие вот валеные украшения, вот видите, в виде метелки, это брошь. Это брошь в виде метлы. Это вот, напомню, делает Веста романская. Также Веста сделала мне в подарок невероятно милейшего, просто золотого лебедя. Весточка, я тебе очень благодарю. Невероятный такой... Так, три раза, восемь раз, двенадцать раз невероятный получился персонаж. Это мой тотем, да, у меня один из тотемов «Золотой лебедь». И также мне очень понравилась коллекция Николая. Это магнитики на холодильник или на любую другую поверхность с сильнейшими, могущественными знаками. Их много. Обратите внимание, друзья, те из вас, кто будет ко мне обращаться, вот по этому, напомню, QR-коду по акции. Называется она «Предсказательный бокс» или «Бокс с предсказаниями». И тут вот даже написано «Отправь мне». Ну вот по этому QR-коду напиши мне. Так вот, друзья, кто-то из вас получит один из этих магнитиков, одно из этих колец, одну из этих скруточек от Нади Обуховой, одну из этих свечей от Ольги Панковой, одну из этих обережных куколок от Аннушки-умелицы или сюрпризы от Весты Романской. Офигенные сюрпризы. Она предоставила на нашу акцию мастеров. Так что, друзья, пишите, подписывайтесь на канал, пишите обязательно по QR-коду или найдите ссылочки в описании к этому видео. Кого интересует журнал, также пишите. Он, кстати, интересный. Я продолжаю тур. Вы увидите еще выпуски на моих каналах на Ютубе, в Телеграм, ВКонтакте. И вот еще короткий для вас такой вот панорамный обзор. Мы сидим на вершине горы в Карелии, в Курки-Йоке. И, как я уже говорила в начале, на сакральном месте, место силы, капище. И рядышком здесь есть лабиринт желаний, где мы уже провели процессы по исполнению желаний. Вот из этого блокнотика «Твои заветные желания» мы взяли карточки. Они тут, кстати, интересно так оформлены. Тем, кто отправлял ваши записки с желаниями на лабиринт желаний, все это уже исполнено. Все дары отданы, ленточки завязаны, желания отправлены. Так что, друзья, ждите реализации ваших запросов. А я тем временем благодарю Ольгу Панкову, которая преподнесла мне вот этот амулет, «Алгис Райда Алгис», защита тура на протяжении всей дороги, всего пути. Теперь я уверена, что все будет самым наилучшим и гармоничным образом. Ну и, кстати, у меня в машине от «Алгиса Старосвета», которая делает вот эти колечки деревянные и много еще другого, и много других изделий из дерева, у меня в машине всегда есть амулет с руной «Алгис Райда». «Алгис» с этим ставом, с этой рунической формулой. Ну что, друзья, на этом все. Долго я рассказывала. Простите, что много рекламы, но это действительно важно, потому что это моя благодарность тем людям, которые меня, как я и говорила, поддерживают. И вы тоже поддержите, и я поддержу вас. Давайте поддерживать друг друга. Всем хорошего времени жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!